В социальных сетях вновь начали вести разговоры о повышении цен на продукты питания. В частности, это касается сахара, муки и продуктов из твёрдых сортов пшеницы. Министерство агропромышленного комплекса заверили, цена на сахар не превысит 46 рублей за килограмм. Сейчас завершается сбор сахарной свёклы. Никаких опасений нет. Ульяновский сахарный завод выдерживает все обязательства по сдерживанию цены, заверил Михаил Семёнкин. Он также опроверг слухи о маленьком урожае пшеницы и отметил, что стоимость борщевого набора в регионе сохраняется в пределах нормы. По борщевому набору, в частности, картофель, капуста, лук мы занимаем от минимальной цены в Приволжском федеральном округе это второе и третье место. Это достаточно неплохо. Также мы отмечаем, что говядина и свинина цена также у нас в пределах. Мы занимаем тоже от минимальной цены второе и третье место. Молочные продукции. Тут цены достаточно средние. Мы занимаем где-то пятое и шестое место. И хлебовочные изделия. Также мы видим достаточно большой ассортимент. Наши, безусловно, производители занимают лидирующие позиции на полках магазинов. Несмотря на большой выбор местной фермерской продукции, в этом году произошли сложности с поставками овощей борщевого набора. Дефицит связали с сезонностью. Сейчас овощи присутствуют на прилавках в полном комплекте. Цена продукта зависит от поставщика плюс наценка от магазина, которая не должна превышать требования постановления правительства. Алексей Русских лично ознакомился с работой региональной торговой продуктовой сети «Гулливер». Для покупок был выбран магазин в микрорайоне Юго-Западный. По ценам я очень приятно удивлен. В Москве, наверное, я за эти два пакетика заплатил бы раза в три, а то и в четыре побольше. Цены приятно удивляют. Ну и, в принципе, формат магазина, я считаю, ничем не уступает самым лучшим сетям России. Я считаю, что местные жители очень довольны. Губернатор обошел всю торговую площадку, выбрал для себя и семьи исключительно товары местных производителей – яйца, молочку, овощи. Стоит отметить, что сейчас активно идет реализация местных продуктов на территории региона. Мы с удовольствием бы работали и работаем с местными производителями, но есть ряд ограничительных условий. То есть они не всегда готовы полностью снабжать ассортиментом, нас поставлять. У них не всегда есть штрих-коды. Мы готовы, мы открыты, мы организовываем периодически закупочные сессии, где могут местные поставщики с нами пообщаться. Так, в отделах молочной, плодовощной и мясной продукции магазина сейчас около 30% – это местные фермерские товары.